Воспоминания о революции 1917 года Александры Львовны Толстой А когда вы начали в первый раз интересоваться политической жизнью России и, может быть, даже сами начали как-то участвовать в ней? Я скажу вам, нет. Пока отец был жив, конечно, я интересовался постольку, поскольку в его писаниях он всегда касался вопросов о России, писал о положении рабочего народа, он всегда горевал о том, что крестьянство так бедно живет, хотел конституции в России, поэтому, конечно, я была с ним. Я интересовалась его жизнью и тем, что он писал и как он писал. Но я вам скажу только одно, что, конечно, он, не одобряя царского режима и того, что не было достаточно свободы, все-таки очень боялся всегда революции и очень отрицательно относился к социализму. А почему он боялся революции? Из-за того, что она могла вылиться в... Он говорил, что царское правительство держит власть на Сирии силой и жестокостью, а новая власть будет гораздо хуже еще. Он это предвидел. Потом он говорил, что нельзя строить что-либо неумелыми руками. Еще меньше можно строить храмы грязными руками. И он считал, что социалистические руки это грязные. Особенно, конечно, он ненавидел ее, отрицал всегда террористов, убийства и так далее. Это было ему очень противно. А сейчас я бы хотел задать вам вопрос, где вас застала зима 16-17 года, другими словами, те месяцы или недели, которые предшествовали февральской революции? Видите, я была на фронте. И, собственно, февральская революция застала меня во время работы на фронте. Я имела отряд. А что это за отряд был? Это было три летучки в отряде, база. Были у меня врачи, шесть врачей, семыстры, команда. И мы, собственно, перевозили раненых и больных с фронта в тыл. Так что это был, в общем, полевой госпиталь? Нет, это не был полевой госпиталь. Именно была летучка. Мы разбивали палатки. У нас, например, мы должны были в 20 минут свернуться и двинуться при приказе. Двинуться в другое место. Это был такой передвижной отряд. Третучий отряд. А с какого месяца и какого года вы были на фронте? Я сразу после войны ушла на фронт. Я ушла сначала, работала в поезде, потом на Кавказском фронте, в Турции. А потом оттуда перешла на Западный фронт. И вот тут как раз меня и застал революцией. На Западном фронте? На Западном фронте, да. Когда у меня был этот отряд. Я помню такую сцену. Я была больна, я заразилась. У меня было заражение кровью. Я была в больнице. И вот вошел доктор и говорит, вы знаете, что великий князь Михаил Александрович отказался от престола. Это уже тогда, когда государь отказался от престола. И этот врач страшный был, печальный, грустный. И я на него посмотрел и говорю, пропала Россия. И он даже так же мне ответил. Тоже грустно так. Пропала Россия и вышла из комнаты. А потом началось это, знаете, все это брожение, неподчинение. В отряде было очень трудно работать. Особенно, когда облизилось уже дело к Большевистской революции. Начинался развал. А у вас не осталось каких-то картинок, разговоров с солдатами непосредственно после Февральской революции? Как они ее восприняли? Как же еще? Это было так тяжело, потому что солдаты не понимали ничего. Ведь возьмите, каждую минуту какие-то выскакивали, какие-то речи говорили коммунисты, потом против коммунистов. И они ничего не понимали, потому что я тоже тогда говорю речи, как и все. Но они просто не знали, что такое, к чему мы ведем. Например, офицеры, генералы. Они говорили, ну что же буржуям это выгодно. А с другой стороны, они понимали, что что-то было не то и в тех речах. Вот я помню, когда я вернулась из больницы, то солдаты просто меня встретили так, что они меня качали. Я была тогда очень больна, мне было это очень тяжело. А потом, когда я уезжала уже в Москву, из Минска, был Сопрань, они все приносили мне свою благодарность за то, что они так хорошо. Мы вообще очень дружно жили в отряде, и что все у нас было в порядке, лошади сциты, и фуража, и продовольствия было очень много. А то, когда я уехала. Да, и очень смешная вещь тут была, когда кончил председатель отрядного комитета, он сказал, я предлагаю почтить память Александра Львовна и вставания. Мы все вставили, было очень торжественно. А потом, когда я уехала, было постановление меня арестовать, я уже была в поезде. И вот тут, я помню, когда вышвыривали офицерские вещи одного офицерика, чуть не вышвырнули с его вещами, поезд был набит, и настроение было совершенно ужасное. Только разговорами, папиросами, чаепитиями вместе удалось, так сказать, как-то создать какую-то атмосферу, что они меня не выкинули, потому что это тоже была опасность и этого, что они могли меня выкинуть тоже с моими вещами. Вот это все было очень такое тяжелое, и я не верю, что из этого выйдет что-то хорошее уже тогда. Вы мне рассказывали раньше об одном интересном случае, и о солдате, который к вам пришел, потом, помните, расплакался. Да, это было дело, да. Это было дело так, что это было во второй летучке, их было три у меня. Солдат этот упал вместе с своей повозкой. В темноту вернулся, дождик, слякоть была, и он врался к нам. Мы сидели все, чай пили, и стал просто площадно ругать, ругать, ругаться. Ну, и тут все повскакали, заведующий хозяйством, заведующий транспортом, очень все перепугались, но я его знала. Я знала, что он был контужен, я к нему подошла, положила руку ему на плечо, говорю, знаешь что, я к тебе приду в землянку, мы поговорим. И вот тут случилось что-то невероятное, потому что я была высшим начальством. Вы знаете, он как ребенок рыдал у меня на плече. Скажите, говорит мне, где правда, где правда. Они, то есть большевики, они говорят, что вы во всем виноваты, что вы буржуи. А я, говорит, этого не чувствую. Я, говорит, знаю, что вот вы ко мне хорошо относитесь. Я, говорит, этого не чувствую, я просто не знаю, скажите мне, где правда. И вот что отвечает на такой вопрос. Просто такое мучительное переживание вот всех этих полуграмотных или беспограмотных людей, которые не знали, что-то идет, а что это было, хорошее или плохое. А когда в первый раз вы заметили, что на фронте начала распространяться большевистская пропаганда? Может быть, какие-то пропагандисты приезжали, или вы заметили в руках у солдат какие-то газеты? Все время пропаганда шла отчаянно и везде по всему фронту раздавались летучки. И вот, как я уже говорил вам, что это речи были непрекращающиеся все время. И потом постепенно, ведь вопрос был очень трудный для солдат, сидели люди в окопах, сколько месяцев, устали, голодные, холодные иногда. И когда люди говорили, иди домой, земля будет ваша, фабрики будут ваши, жизнь начинается другая, а тут он сидит в окопах. Вот это было очень-очень тяжело. И, конечно, постепенно, постепенно, вот именно этим причинам дома, тепла, семьи, они манили людей бросить фронт. А какие у вас остались еще воспоминания, впечатления вот именно в этом конфликте, который назревал между, или даже не назревал, а существовал между офицерами солдатской массы, между так называемыми буржуями и низшими классами? Может, тоже у вас остались воспоминания, картинки? Как к вам относились, скажем, вот, мне кажется, вы писали в вашей книге, как вы ехали в купе? Это, мне кажется, интересная маленькая картинка. Ну, вот тут вот был такой случай, как я уже говорила, что выбрасывали вещи, иногда даже самих офицеров выбрасывали. Я не знаю, что будет. Пошел какой-то тип, видимо, очень агрессивный, и, значит, сел рядом со мной, меня толкнул. Ну, потом другие тут солдаты были, и он, значит, вошел ко мне, грубо ко мне отнесся, и все. Я ничего, я подвинулась, так, ничего не сказала. Ну, а потом посепенно он хотел ноги положить мне на колени. Я тоже опять отстранилась, ничего не сказала. Но нас объединил чай и табак. Может быть, единственный раз, что табак послужил людям на пользу. И вот мы сидели там, я говорю, что вот что, братцы, я говорю, кто хочет курить, у меня папиросы не есть. Я раздала эти папиросы. Потом чай. Тут, значит, один солдатик решил принести чаю. И вылез уже в окно, его подсадили, потому что было так полно все набито битком, что не мог никак пройти через дверь. Принес кипятку, значит, у меня был чай, сахар там, всякая штука. Мы сидели, пили чай. И этот уже злой стал уже подобрее. Мы стали тут разговаривать. Ну, и кончилось с тем, что когда мы приехали в Москву, я уже знала, кто на ком женат, сколько у кого детей. Все решить-то про их жизнь, про отца, про мать, про дом, все знала. Ну, и когда мы расставались, они меня тут... Да, интересно тоже, что когда мы по дороге ехали, нужно было как-то вылезти в уборную. И они меня высадили. И это самый злой меня толкал с одной стороны, эти добренькие солдатики с другой. В конце концов, высадили меня и подсадили, и шутили. Так что все это очень хорошо кончилось. Так что, в сущности говоря, если говорить о настроениях армии и солдат, я скажу, что злобы не было. Все это было навеяно, все это было устроено, все это было распропагандировано. И, конечно, главное было то, что они сманили и выманивали людей из окопов, из тяжелой жизни, и обещали им, ну, все, что хотите. И фабрики, и заводы, и землю. Все будет их. И вот эти обещания, это желание уйти из окопов, уйти из военной жизни, из опасности, в мирную жизнь, вот это, так сказать, и сыграло главную роль тогда. А вовсе не принципы революции, которые они абсолютно не понимали. А какое было отношение, или как менялось отношение солдат к вам, когда они узнавали, что вы дочь Ива Толстого? Мало, к сожалению, знали о Льве Толстого. Очень немногие знали. Когда знали, тогда, конечно, отношение было совершенно другое. Здесь, вот в вагоне, на фронте, это было отношение просто лично ко мне. И знаете, что я думаю? Не потому что я какой-то особенный человек, а только потому, что отец меня научил любить простой народ. Я понимала их психологию, и я их любила. И вот эту любовь, мое отношение к ним, они чувствовали. И отвечали мне тем же. И только этим я спаслась. То есть опять спаслась тем, чему меня научил мой отец. Это любовь к простому народу. А когда вы покинули фронт, и по каким причинам? Нельзя было оставаться. Просто нельзя было. Они меня или убили, и нельзя было работать. У меня вторая летучка. Там был доктор, и сестра, и несколько человек были коммунистами. И уже они так все перебаламутили, так настроили солдат, что вторую летучку я уже распустила. И остальной отряд, ну, трудно было с персоналом удержать его, трудно было. Они постепенно уезжали. Так что просто нельзя было больше работать. И вот вы покинули фронт и приехали в Москву когда-то летом, 17-го года. Да. Я приехала туда, там, конечно, все было разгромлено. Но мне было только то, что... То есть я... У меня было только то, что было на мне. Ничего другого у меня не было. Надо было работать. И я очень долго жила только тем, что у меня была часть пасеки в Ясной Поляне. Пасеки? Пасеки, да. И мед не реквизировали. И вот я возила эти катушки по 50 фунтов в Москву. Продавала этот мед. И я этим очень долго жила. А тем временем, значит, я думала о том, что делать. И вот тут вот создалось общество изучения и творений Толстого, которое было создано группой людей. Я была председателем. И ряд профессоров. Цавловский, Грузинский, Шахматов Академик. И мы создали это общество и стали разбирать рукписи Толстого. Это было начало первого полного собрания сочинений в 200 с лишним томов. То есть, простите, это было собрание сочинений больше 90 томов, в которые вошли все рухописи, все дневники, все письма, все варианты войны и мира. И когда я сейчас смотрю на это издание, я его купить не могу, потому что, во-первых, оно было издано только в одной тысяче экземпляров советским правительством. А во-вторых, потому что я просто не могла его купить, у меня не было денег. Но мне было интересно то, что единственное, кого нету, не поминается, кто в этом издании, это мое имя, оно отсутствует. Но ничего не поделаешь. Еще хуже были всякие случаи, когда мне предлагали здесь редактировать книгу моего брата Сергея. Они издали ее после смерти моего брата. И там моего имени нигде не упоминается. Потому что я не могла редактировать и писать предисловие, потому что меня не существовало. А вот эта работа, она протекала в какие месяцы? Это все-таки было еще в 17-м году. Вы говорите про полное собрание сочинений. Да, да, да. Вот в каких условиях. Вы работали в Румянском музее. В каком? В Румянском музее в Москве. Где хранились все эти рукописи. Музей не топился. Мы работали в шубах, в вагонках, в перчатках. Все эти профессора, как сейчас помню, приходили. У кого там какой-то чай из какой-то травы. Некоторые приносили с собой морковку. Целые рассуждения были, когда они пили чай во время перерыва. Не чай, а какую-то бурду. Что морковь очень полезная, очень питательная. Ну, ели мы тогда картошку на постном масле. Слава Богу, если на постном масле, то на касторном масле и на рыбьем жире, что было довольно противно. И очень трудно было. Моя квартира тоже не отапливалась. Была маленькая лилипутка. Спала я тоже под полушубком, под тулупом. Так что было тяжело. Но я вам скажу одну вещь. Когда я сейчас вспоминаю это время, я не думаю об тяжести физической жизни. Это все было трудно. Самое трудное было морально. Когда уже я работала в Ясной Поляне, создавая школы, музей памяти Льва Николаевича, то, что вас заставляли вставать во время интернационалов, то, что заставляли вести антирелигиозную пропаганду, которую я так и не вела никогда. Вот это было самое тяжелое. И все-таки, как мы не избегали этого, совесть хотелось к низу. Приходилось делать вещи против совести для того, чтобы спасти свою жизнь. Это была главная причина, почему я уехала из Советской России. Потому что я чувствовала, что это были уже не компромиссии. Это было насилие над моей совестью. Я хочу вернуться к немного более раннему периоду, опять-таки к 1917 году, и спросить вас, где и как и когда вас вы впервые услыхали об октябре, о захвате власти большевиками? Революция октября меня застала на фронте, как я уже говорила. Часть времени я была на фронте, а потом уже я переехала в Москву. Частное издательство в то время, как, например, «За друга», где мы хотели печатать это полное собрание сочинений, уже были все национализированы. И поэтому пришлось это издание передать в госиздат, который, как я уже говорил, издал эти 90 с лишним томов. Мне нечего было делать в Москве. Я поехала в Ясную поляну, тем более, что там были непорядки. И мне... Меня тогда очень было смешно. Уначарский назначил комиссаром Ясной поляны. Я работала там, старалась привести все в порядок. Два музея. Один музей, два Николаевича, где он жил. А второй, где собирались всякие вещи о нем. Второй музей, это была бывшая его школа. И там я работала. И затем одну вещь, которую мой отец тоже считал такой важной, это образование христианских детей. Поэтому созданы были постепенно, очень постепенно, начали работать в скотном дворе, вывели коров и там устроили школу. Потом постепенно одно здание за другим строилось и кончилось тем, что Сталин, как это ни странно, помог ему получить средства на то, чтобы построить большую школу, вторую ступень. Она и сейчас существует. И несколько школ первой ступени, четыре, две школы второй ступени. И вот этим я, собственно, занималась все время, пока я была в Советской России. Эта работа была очень важной. До тех пор, покуда не стало советское правительство при Сталине настаивать на антирелигиозной пропаганде. Это, собственно, одна из главных причин, почему я хотела уехать. Как я могла в школе имени Толстого, который был таким религиозным человеком, вести антирелигиозную пропаганду. Я боролась, сколько я могла. Случилось так, что весь мой коллектив, около 50 человек учителей, решили заниматься первый день Пасхи. То есть вся моя борьба с правительством рухнула. Они пошли уже по линии антирелигиозной пропаганды. Один в поле не воин. Они все очень-очень боялись за себя, за свои семьи. И вот тогда я решила уехать. Это был конец моей работы. И это было в каком году? В 1929 году я уехала в Японию. Пробыла там 20 месяцев, читала там лекции. И затем уехала в Америку. Александра Едуардовна, вот какой у меня к вам вопрос. Вы говорили о том, что Луначарский вас назначил комиссаром Ясной Поляны. Может, вы бы рассказали те воспоминания, которые у вас остались, о нем? Как о человеке, как вы с ним разговаривали, что он был за человек? Вы знаете, это странная вещь. Можно смотреть на коммунистов просто как на злодеев, у которых нет ничего человеческого. Свою книгу я назвала «Проблески во тьме». Именно потому, что я видел эти «Проблески». Вы не можете себе представить, какую изумительную речь сказал Луначарский, пока не приехали еще все власти в день юбилея Ильва Николаевича в Ясной Поляне при открытии школы памятника. И после этого на обеде, когда все власти собрались, это была сплошная, отвратительная коммунистическая речь. То же самое я видела человеческое в Калинине, когда один раз я пришла и просила его помиловать семь священников, которые были приговорены к смертной казни. Он долго со мной говорил, вскочил наконец на стол и говорит, не мучьте меня, потому что я был единственной в Овците, который был против этой смертной казни. Я поблагодарила его и ушла. Мне говорить больше нечего было. Даже в Минжинском, собственно, звери таком, я видела эти «Проблески». Я видела их в надзирателях, я видела в солдатах, я видела в красноармейцах очень много этого, когда мы были арестованы. И я скажу, что это был какой-то гипноз, но что русского человека по существу коммунизм никогда не задел и никогда не заденет. Недаром сейчас по цензусу советской власти 50 миллионов людей все-таки религиозных в Советской России. А со Сталином вы встречались когда-нибудь? Вот один раз, когда я просила у него денег на школу памятника. Но его не разобрать было, конечно, ничего. Я там человеческого не видела, но кроме грузинской вешивости он меня встретил, пройдя всю громадную комнату навстречу мне, также меня провожал, подал мне стул, был страшно любезен и исполнился моей просьбой. О нем больше я ничего не могу сказать. А из других деятелей февраля и октября вы встречались с кем-нибудь, скажем, с Лениным или с Троцким, с Керенским? Ну, Керенского я хорошо знаю, конечно. Я считаю, что Керенский просто делал ошибки, не предвидя то, что случилось. Потому что по существу он неплохой человек, и что очень часто теперь он эти ошибки признает. Поэтому я не считаю возможным его осуждать за слишком большую слабость. Он не предвидел того, что случилось. Но Ленина я не встречала. Троцкий один раз выступил на суде тактического центра, где я была одной из обвиняемых. И он защищал одного из моих товарищей, которые были тоже обвинены. в контрреволюции, и сказал очень хорошую речь. Так лично я его не встречала. А вы в вашей книге описываете, вот так сказать, ваше сидение в тюрьме. Может, вы могли сказать хоть несколько слов о том, как вы туда попали и почему? Я попала туда опять-таки из-за этого дела тактического центра. Я, собственно, не принимала в нем участия. Как вы в книге пишете, вы попали за то, что вы чай варили. Совершенно верно. Меня просил мой покойный друг Сергей Петрович Мальгунов, председатель за други, дать им квартиру. И я не хотела совершенно приходить и слушать. Я, может быть, очень сочувствовала их заговору и участвовала в нем. Но как-то не пришлось. А я просто старалась, чтобы им было уютно. У меня там в квартире это было правление Общества изучения творений Толстого. Там же я жила. И затем один из моих приятелей описал это мое осуждение меня в тюрьму в такой юмористическом стихотворении, где он писал, что смиряйтесь в свой гражданский жар в стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставят самовар. Это было единственное мое участие. И также я ответила прокурору Крылова на суде, когда он мне ответил, за что вы приговорены. Я ему ответила за то, что я ставила самовар. И был общий хохот во всем зале. А как долго вам пришлось сидеть? Я была осуждена на три года. Я просидела в тюрьме, где пиву на Лубянке два месяца. И шесть месяцев я просидела в Новоспасском лагере. В каком лагере? В Новоспасском. Это там, где похоронены первые Романовы. Ну, а выпустили меня, потому что я там устроила школу. Одна коммунистка приехала, видела, какую я работу делаю там с уголовными. И она решила, что надо, как такое сделать, чтобы я работала вне тюрьмы. А затем приехали представители крестьян от четырех обществ просить за меня. И они просили Калинина меня выпустить. А это все происходило в каких годах? Вот именно суд и вот этих девять месяцев вашего сидения? Это происходило в 1918 году, в начале, по-моему. Александра Вовна, вот буквально на днях вышла ваша новая книга. И проблески во тьме. Может, вы могли бы сказать, когда вам пришла мысль и желание написать ее? Часть ее написана в лагере. На Новоспасском лагере. Это еще, значит, в 1918-1919 годах? Да, и я пересылала рукопись в бутылки от молока. Была у меня очень милая секретарка, мой большой друг, она приходила, приносила мне передачу, а я обратно посылала это в пустой бутылке от молока. И вот те главы, которые касаются лагеря, как раз и были написаны в лагере? Да, они были написаны в лагере. И когда был обыск, то они не нашли рукописи, потому что она была у меня за кафелью. Там кафель отвалился в печке, там старинные печки были на Новоспасском лагере. И вот за этим кафелью где-то. А обыск, обыск был такой, что все решительно обыскивали, раздевали нас все, потому что кто-то донес, что я пишу и отправляю рукописи. Но не нашли. Потом, там у глава есть «Весна» о детях. Это я писала в тюрьме, в ГПУ. Потому что это сцена детской доброты, доброжелательности. Как они мне помогали вести дрова. Как они при этом, как озабоченно и деловито они это делали. Для меня это произвело такое впечатление, что мне хотелось это писать. А потом дальше уже, раз начавши, я продолжала. Я кончила в Америке эту книгу. Вы уже раньше объяснили, почему вы назвали вашу книгу «Проблески во тьме». Это и есть как бы фрагменты, маленькие главы, каждый из них показывающий этот проблеск человеческого в человеке, не так ли? Да. Что, может быть, я очень часто говорю американцам, что народ русские лучи. И почему? Потому что народ так перестрадал в России, что они вернулись к религии. И что бы большевики ни делали, они уничтожить религию не могут. Она сидит в русском человеке. Вера в Бога. Это терпение, покорность воли Бога. Это так сильно в русском человеке, как мой отец описывал в своих рассказах. Это вытравить нельзя. И это божеское, это духовное, большевики не могли убить русском человеке. И вот об этих проблесках я и постаралась писать в своих книгах. Везде было. Даже там есть глава латышка, которая была совершенно как дерево. И то все-таки под конец в ней что-то пробудилась, какая-то маленькая искорка. Это латышка, которая была заведующей тюрьмой, кажется? Она была одна из надзирательниц, которая совершенно была вымуштрована так, что в ней как будто ничего человеческого не было. И все-таки удалось с ней вызвать человеческое. И последнее мое свидание с ней было тогда, когда она весной принесла мне ветку черемок и бросила мне на колени. И поверьте, что это для меня был такой подарок, что если бы привезли чудные передачи, что угодно, это не было бы так дорого для меня, как эта ветка черемок от этой деревянной женщины, в которой тоже был проблеск чего-то. А вы писали вашу книгу исключительно для читателей русских эмигрантов? Или же все же вам хотелось бы, чтобы эта книга попала в Советский Союз, чтобы советская молодежь, вот молодежь, которая сейчас растет, так же читала бы ее? Я ее писала, потому что я не могла ее не писать. Вы знаете, во мне есть очевидно какая-то маленькая жилка от отца писательской. Я пишу, потому что я не могу не писать. Но, конечно, если бы только я могла бы думать, что те немногие люди, которые меня помнят, могли бы ее прочитать, для меня это было бы очень дорого, но я не вижу возможности, как это сделать. А почему вам бы хотелось, чтобы эту книгу знали и читали в России? Я вам скажу так. Вот я сейчас уже здесь 30-е годы, потому что мне 35. Вы думаете, что я забыла Россию? Вы думаете, что я забыла русский народ? Вы думаете, что я сейчас не мечтаю о том, что, может быть, перед смертью удалось бы посмотреть еще раз Россию и снестись с русским народом? Конечно, нет. Я Россию никогда не забуду. Еще, может быть, мне год, полгода, пять лет жизни, никто не знает этого. Но Россию я не забуду. И русский народ я всегда любила, люблю и буду любить до самой смерти. В этой книге, я думаю, сквозить моя любовь к России. И вот это главная причина, почему я хотела бы, чтобы русские люди ее прочли. Большое спасибо.